Мы приветствуем всех участников второй летней спартакиады, сотрудников администрации, депутатов и сотрудников советов депутатов городских и сельских поселений Щуковского муниципального района. В едином порыве к заветным кубкам летняя спартакиада сотрудников администрации депутатов городских и сельских поселений Щуковского района прошла в субботу в селе Образцово. 11 команд по числу поселений плюс одна из районной администрации в день физкультурника вышли на праздничную линейку. Право открыть соревнования предоставили почетным гостям. Я уже дедушка, но все равно иногда живет спортом и призываю вас сегодня выгадать самые высокие результаты. Все, насколько сложно, докажите друг другу, что мы здесь все вместе спортивная нация. Звучит гимн Российской Федерации. Щелковских спортсменов и тренеров, показавших высокие результаты, наградили почетными грамотами. Символично, что в год Олимпиада в Рио их вручала золотая олимпийская чемпионка по легкой атлетике 92-го года в Барселоне Марина Шмонина. В спорте помимо наград ценится участие. Самое главное участие, ну и естественно в день спорта обязательно нужно заниматься спортом. И чем больше народу примет, тем у нас будет здоровее наш российский народ. На профессионально оборудованной, утопающей в зелени деревья в базе спортивного центра в Образцове каждый квадратный метр территории отведен для соревнований. Мини-футбол, волейбол, дартс, броски в баскетбольное кольцо, шашки, настольный теннис. В этих дисциплинах участники состязались с настроем на победу. Я думаю, мы будем первыми. Работаем, работаем! Я думаю, мы будем первыми. Готовились сегодня? Нет, просто чисто со спортивным настроем приехали. Надеюсь на победу. Заметно отличилась в турнире по волейболу команда администрации Щелковского района. Как сыграли сегодня в волейбол? В волейбол? Да ничего, надо тренироваться больше. Я себя все-таки тоже причисляю к спортивным чиновникам, потому что всю свою юность и молодость я провел в профессиональном спорте в лёгкой атлетике, поэтому для меня это особый день. В рамках спортехиады администрации Щелковского района состоялся турнир по шашкам. Десять поселений сели за один стол, чтобы найти сильнейшего, но главное не победа, а участие. Самые интересные организаторы припасли на финал. В шуточной эстафете полоса препятствий выступили главы и руководители поселений. Вместо кроссовок им дали надеть валенки, строительную каску и мяч. В такой экипировке нужно было отправить этот мяч в ворот и в паре с коллегой принести за спиной к финишу. Мне важно здесь не победа, а участие. Во-первых. Во-вторых, в спорте жизнь. Спорт объединяет людей. Спорт мотивирует на хорошие поступки. Человек сильный, он всегда добрый, поэтому я думаю, что надо участвовать всегда в таких мероприятиях. Главный трофей второй летний спорта Киады в этом году заслуженно достался команде поселения Фрянова, одержавшей победу в дисциплине по шашкам, стритболу и мини-футболу. В первую очередь хотелось праздника. Просто в выходной день хотелось отдохнуть. Я думаю, у нас все получилось. И праздник хороший, и организация хорошая, и команды довольно достойные. Второе и третье места, соответственно, заняли команды Огодневского и Загорянского. Радостные эмоции, с которыми победителей встречали их коллеги, показали одно. Командный дух объединяет коллективы в решении любых поставленных задач, светящиеся на солнце кубки. Остались на память о Дне физкультурника и Олимпиаде в Рио. Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково». Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково».